Дорогие друзья, сегодня 5 августа, сегодня Международный день памяти жертв советского террора. Спасибо всем, кто сегодня смог приехать сюда, в Сандамох, и быть на этом траурном митинге. Более 80 лет назад государство посчитало, что более 80 лет назад здесь было совершено преступление. Здесь были убиты 6241 человек и тайно захоронены. Сегодня прошли десятилетия, и мы знаем всех этих людей по именам. И вот 80 лет назад, более 80 лет назад, государство посчитало, что эти люди им не нужны, и они были убиты. Уже 5 лет назад государство, сегодняшняя власть посчитала, что память об этих людях не нужна, и они перестали сюда приезжать. Но мы, общество, нам эта память нужна. Нам эта память, это память о родных и близких. Это память о тех людях, которые были здесь убиты. Но это память и о преступлениях, государственных преступлениях. И сегодня это память не только о преступлениях советской власти. Это память и о сегодняшних политзаключенных. Это память и о тех людях, которые сегодня борются за свободу. И мы с вами очень разные. Мы приехали из разных городов. Мы приехали из разных стран. С разными политическими взглядами, с разными жизненными установками. Но для нас, для всех, нас всех объединяет одно. Это убежденность в праве человека на жизнь и в праве человека на свободу. Сегодня мне бы хотелось вспомнить всех тех, кто, благодаря кому, благодаря чьим усилиям это место было обнаружено, найдено, сохранено. Многих из них уже нет. Это Иван Чухин, это Вениамин Йоффа, это Антонина Сошина. И человек, которого временно с нами нет, это Юра Дмитриев. Который почти три года находится в тюрьме по ложному, тяжкому обвинению. Сегодня здесь мы говорим не только про вчера. Мы говорим про сегодняшний день, про сегодняшних политзаключенных. И Сандармох, помимо памяти о жертвах советского террора, стал местом солидарности, поддержки политзаключенных, борцов за свободу. За тех, кого с нами сегодня нет, за тех, кого бьют сегодня в Москве, за тех, кто выходит на митинги ради свободы и права человека на жизнь. Спасибо. Александр Сергеевич Шарапов, уполномоченный по правам человека в Республике Карелия. Дорогие друзья, все дальше уходят те трагические далекие события отечественной истории прошлого века. Вместе с тем, где зарастают народные тропы к этим святым для всех нас местам. Сегодня мы посвящаем этот митингу тем, кому пришлось выдержать неимоверные страдания и муки того страшного времени. Годы политических репрессий – одна из самых мрачных страниц новой истории. Человеческая жизнь бесценна. Убийство невинных людей ничем не оправдать. А память нельзя уничтожить. Мы обязаны об этом помнить, знать и говорить. То есть трагические годы, те трагические годы наложили отпечаток на нашу историю. Особенно остро это ощущают те, чьи семьи до сих пор пребывают в неведении относительно судеб своих родных и близких. Сгинувших в расстрельных ямах Сандар-Моха и Красного Бора. Неизвестны фамилии всех, кто захоронен в этом урочище. Но известно, что в этой земле лежат люди разных национальностей и веры. Социального положения и родозанятий. Все они о чем-то мечтали. Хотели жить, работать, любить, растить детей. В этот скорбный день мы склоняем головы в память о жертвах чудовищной, ломавшей человеческие судьбы государственной машины тех трагических лет. История нередко повторяется. Но очевидно и то, что она со временем расставляет все на свои места. Оттого память о репрессиях тех лет должна быть тормозом для ее возвращения ради всех неравнодушных к судьбе России. Дорогие друзья, мы же с вами обязаны сделать все возможное, чтобы этот ужас больше не повторился. А человек, его права и свободы в нашей стране, да и во всем мире, должны реально стать высшей ценностью. Вечная память. Свобода Юрия Дмитриеву. Свобода Юрия Дмитриеву. Свободу Юрию Дмитриеву. Разрешите, я позову сюда Катю Клод. Спасибо большое. Сегодня, когда я ехала сюда, мне прислали сообщение, что во Владивостоке была отслужена панихида, уже зачитаны имена, также были зачитаны имена в Израиле, США. Спасибо огромное всем, кто сегодня приехал сюда. Кто не приехал, но с нами. Сегодня, на самом деле, какой-то такой уникальный день, и имена будут считаться погибших здесь, умерших, убитых, будут считаться в 45 городах по всему миру. Спасибо всем за смелость. Мне кажется, сейчас такое время, что приезжая сюда и поддавая дань памяти всем убитым, это мужество. Мне так кажется, это нужно иметь огромное мужество в связи с какими-то ситуациями, поэтому папа передает всем огромный привет. Привет. Спасибо большое, что вы помните. Вчера он звонил, и, к сожалению, мы надеялись, что он сможет позвонить сегодня и хотя бы как-то поприсутствовать, пусть заочно, да, но по телефону, но не сложилось. На самом деле, вот честно, я сейчас так растерялась, у меня было очень много чего я хотела сказать, но слова куда-то ушли, и я не знаю, что сказать. Просто огромное всем спасибо, я всех радуюсь. Спасибо, Саша. Я хочу передать микрофон Ларисе Скрипниковой, которая с 97-го года принимает участие во всех Днях памяти здесь, в Сандар-Мохе. Лариса, пожалуйста. Дорогие друзья, 20 лет, вот 20-й раз быть здесь. И вот обратите внимание, вчера был дождь, и сегодня обещали дождь. 20 лет ни разу, когда мы здесь, Бог нам дает хорошую погоду, даже вот такую хорошую погоду. И это еще говорит о том, что мы с вами правы, правы те, кто здесь. Я одного не могу понять, я не могу понять, я много лет прожила, я уже не бабушка, я прабабушка. Я не могу понять, где, когда, в какой стране еще так убивают свой народ. Совершенно не важно, русский, еврей, поляк, украинец. Совершенно не важно. Непонятно за что, непонятно за чем. И большое счастье для нас всех, лично для меня, для вас, для всех, что есть вот такие люди. Есть такие люди, как Ирина, как в светлой памяти Вениамин, Юра, Сергей Калтырин, о котором мало вспоминают. Я не могу его не вспоминать. Я хочу поблагодарить, у меня задача главная, прочитать часть приветствия, которое мы получили с Львовского университета. Но перед этим, я вот вижу Николая Витальевича Ковтуна. Мы ему обязаны тем, что мы соорудили такой прекрасный большой крест. Лично ему, как он помогал, и не только ему, и Карпенко, и вся администрация Медвежегорска, нам помогала. Боже, ну что ж случилось? Куда же это все делось за чувство? Я смотрела видео в день открытия нашего мемориала. Еще не было крестов. Я помню слова Пивненко, которая говорила. Мы навсегда это запомним. Мы никогда этого не допустим. Мы будем с вами. Где вы, депутаты АУ? Выступал Кригер. Где он? Где? 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 Спасибо, есть уполномоченный. Но это разве нормально? Что случилось за эти годы? Что? И нас мало, но мы есть. И это счастье. А сейчас просто, чтобы не занимать вашего внимания, я хочу сказать, что я представляю не организацию, а просто я украинка, бывший председатель общества украинской культуры. И мы приехали с друзьями. Нас много, нас приехало более 20 человек. Просто как украинцы, украинцы Карелии. Мы получили много приветствий, слов сочувствия. Из Венгрии, Будапешта, из Румынии, с Нью-Йорка. Но я вам хочу зачитать несколько, не полностью предложений, а только несколько предложений. Оно значимо. 5 августа в 13.00 в Львовской политехнике с участием органа самоуправления Львова и Львовской области начинается мероприятие по поминовению жертв великого террора. Это наша акция, реквием по невинно убиенным. Акция солидарности с вами, кто нашел силу, мужество приехать в Сандармох, чтобы склонить головы свои перед памятью застреленных и замученных детей наших с вами стран. Памятные слова, люди, не убивайте друг друга. Это голос тех, кто вызывает ко всем нам. Сегодня мы особенно остро чувствуем слова вовремя, когда на востоке Украины льется кровь наших сынов и дочек, вставших на охрану Украины. Сотни тысяч людей остались без жилья, вынуждены покинуть свою малую родину. Это акция солидарности с Юрием Дмитриевым, Сергеем Калтыриным, которые были у нас и рассказали правду о Сандармохе. Это акция благодарности тем, кто бережет нашу память, без которой мы никогда не построим достойное будущее. Мы благодарны членам мемориалу, который так самозабвенно работает для нашего общего дела, нашей памяти, нашей свободы, взаимопонимания. Храни, Господи, всех нас на мирную и счастливую жизнь. Люди, давайте не будем убивать друг друга. Ирина Ключковская, директор института, подпись, Львов, 5-го, 08-го, 19-го года. Оригинал написан на украинском языке, я перевела и передам мемориалу, по-моему, это приветствие того стоит. Спасибо мемориалу, Ирочка, в первую очередь вам, вот, зимой попрос. И вам всем, спасибо. Спасибо большое. Да, эти... Сандармох живет памятниками. И эти памятники каждый день, каждый год прибавляются. Мы приезжаем сюда и видим, появился новый памятник, вырос. Знаете, я вообще считаю, что памятники, они не статичны, они растут. Они вырастают из желания, убеждения, воли людей, которые сюда приезжают. И поэтому я сейчас хочу дать слово Максиму Лялину, человеку, который создал и руководит новым мемориальным проектом здесь, в Сандармохе. Я прошу, Максим. Здравствуйте. Я хотел бы немножко рассказать о нашем проекте. Я совсем немного расскажу о нашем проекте. На самом деле, все началось с чего разговариваю с Игорем Алексеевичем. А еще будучи только-только-только с ним знакомым, я услышал от него фразу. Я это делаю для того, чтобы была память и для того, чтобы было поминовение, для того, чтобы люди могли найти своих родственников. Каждый достоин именно поминовения. За этот год наш, по сути, волонтерский проект на общественных началах установил более 30 табличек. Сегодня мы устанавливаем еще 8. Эти таблички устанавливаются заявителями, родственниками, друзьями, знакомыми, племянниками людей, которые были расстрелены здесь, в Сандармохе. Каждый из присутствующих здесь, каждый может принять участие в этом проекте. И вы можете также сейчас поприсутствовать при монтаже этих табличек. Ну, а свое небольшое выступление я хотел бы завершить стихами Андрея Томио, которого не стало в июне этого года. Эти стихи посвящены, по большому счету, Сандармоху и его деду, и брату деда. Да, стихотворение было написано здесь, в Сандармохе, 5 августа 2017 года, то есть 2 года назад. Здравствуй, дед. Прошло так много лет. Долгую была к тебе дорога. Я ее отмерил понемногу и пришел, чтобы дать тебе ответ. Здравствуй, дед. Тебе лишь 45. На краю у жизни, в Сандармохе, ты остановился в этих соснах. Ты навек остался здесь лежать. Здравствуй, дед. Я старше стал тебя. Хоть рожден я младше твоей дочкой, ты убит. Но жизнь не ставит точку. Повторяюсь в круге бытия. Здравствуй, дед. Я шлю тебе привет. Тех из нас, кто вырос непугливым, и за все карельские могилы родина еще нам даст ответ. Здравствуй, дед. За слезы матерей, за клеймо позора, ворах народа, что они носили год за год, слезы проливая по тебе. Здравствуй, дед. Мы помним. И не зря дышим тем же мы карельским небом, что и вы под дулом револьвера. Это позабыть никак нельзя. Здравствуй, дед. Мы больше не дадим. Здравствуй, дед. Мы больше не дадим убивать в ночи людей безвинных, прятать по глухим лесам могилы. Не допустим и не повторим. Здравствуй, дед. А что так много лет? И дорога долгая к Сандармоху, я пришел в расстрельную эпоху. Я пришел, чтобы дать тебе ответ. Андрей Томи, 5 августа 2017 года, здесь, в Сандармоху. Это очень тяжело после стихов. Но я думаю, Анатолий исправится. Может быть, я попробую без микрофона? Слышно меня? Слышно. Нет? Нет. Сандармох был таким же местом сталинских злодеяний, как Левашово под Петербургом, Бутовский полигон и коммунарка под Москвой, Катань под Смоленском, Медное под Тверью, Быковня под Киевом, Куропаты под Минском и многие-многие сотни других подобных спецобъектов госбезопасности, тайных могильников, расстрельных, которые становились с годами местами памяти, так и с Сандармохом, благодаря тем, кто начинал работать здесь с мемориальным комплексом и всем, кто посещает его. В прошлом году, в 2018-м, 2-го, 3-го августа застоялось выездное заседание в Петрозаводске, Медвежегорске и здесь, в Сандармохе, межрегиональной рабочей группы по координации деятельности, направленной на реализацию концепции государственной политики, увековечения памяти жертв политических репрессий. И мы здесь побывали. И сегодня часть членов этой группы здесь с вами. На заседании Петрозаводске 2-го августа мы выразили свою крайнюю обеспокоенность делом Юрия Дмитриева и крайнюю обеспокоенность тем, что творится вокруг Сандармоха. Присутствовал и адвокат Юрия Дмитриева, Виктор Михайлович, который передает вам большой привет. Вчера передал специально для этой встречи. И на этом заседании в Петрозаводске нам передали копии документов впервые по запросу Михаила Александровича Федотова, советника президента Российской Федерации. Нам передали копии документов об уничтожении документов, положенных изначально в основании мемориального комплекса. Заявление Юрия Дмитриева от мемориала прокуратуру о том, чтобы разобраться 1997 года заявление, когда только нашли Сандармох. Чтобы разобраться с тем, чтобы оценить уровень злодеяний в Сандармохе, результаты эксгумации останков, переданных на экспертизу после вскрытия нескольких ям и тому подобное. На фоне уничтоженных документов в начале 2000-х годов к сожалению, наконец-то к прошлому году собрались сюда и фальсификаторы истории. Прийти, ходить вокруг, что-то здесь искать и что-то делать. Очень невнятное. На прямой вопрос, будут ли раскопки, нам ответили, помедлив, нет, раскопок не будет. Но, конечно, не удержались. Мы и тогда поняли, здесь, 5-го числа в Сандармохе, что они будут. Что вот будут пытаться что-то здесь такое найти, чтобы навести тень на плетень, как когда-то Катынь пытались свалить на злодеяния советские в Катыни, сталинские, пытались свалить на нацистов, на Германию. Подобно тому и здесь. Стыдно. Постыдно для нашей страны. Я надеюсь, они больше сюда не придут. Провалилась эта прошлая попытка здесь поковыряться и что-то найти в Сандармохе. Но мы должны сберечь Сандармох таким, каков он есть. Стыдно перед Финляндией, стыдно перед всем миром. Как можно, как можно, понимая, что вместе, где не просто расстреливали, а документально, я знаю, я сколько исследовал в архивах ФСБ госбезопасности более раннего времени документов и связанных со всеми этими местами и принимал участие в раскопках. Не только расстреливали, как было положено по уголовному кодексу, забивали дубинами, убивали металлическими прутями и палками, душили, душили газами, топили, с людьми делали все, что угодно, для того, чтобы просто списать и отчитаться о выполнении планов партии и правительства во время Большого Сталинского Северкеррора 1937-1938 годов. Сотни тысяч людей, более 700 тысяч человек за полтора года были расстреляны в Советском Союзе. Будем беречь Сандармох таким, каким мы его знаем. Здесь с нами сегодня Владимир Васильевич Попов, архитектор, который придумал эти столбики-голубцы тогда же, в 1997 году, тогда же мечтал, что будет и полное оформление, чтобы вокруг каждой ямы были выложены камушками, чтобы подсветка была этих столбиков. Не все было реализовано, но многое было сделано. Помянем еще, кроме тех, кого мы поминали, Григория Салтрупа, ушедшего от нас, который создал барельеф. 12 лет, как рухнул этот барельеф, и нету нового, и никак не восстановить, и деньги все ищутся, судя по ответу правительства Карелии, которые мы получили в нынешнем году. Но если не найдут, мы их найдем. Мы найдем эти деньги, восстановим этот барельеф. А Юрий Алексеевич Дмитриев, Юрий Алексеевич Дмитриев, это титан. Он работает, он работает и сейчас, над новой книгой. Я помогаю ему, как могу. Приезжаю, работаю с его домашним архивом у него дома и вижу, как он тогда, в те годы, не имея компьютерной, по началу техники, не имея копировальной техники, как он проработал акты о приведении приговоров в исполнение. Протоколы, заседания внесудебных двоек и троек. Составил все биографические справки, которые полнее даже все, что опубликовано. Мы готовим новую книгу, она будет называться теперь уже, конечно, не место расстрела Сандар-Мох, как 20 лет назад. Она будет называться «Место памяти Сандар-Мох». И для первого выпуска этой книги теперь готовы уже тысячи биографических справок. А еще воспоминания, еще очерки. И мы не остановимся. Мы будем продолжать свой путь. Никто нас не остановит. Сбережем Сандар-Мох в свободу Юрия Дмитриеву. Свободу Юрия Дмитриеву! Свободу Юрия Дмитриеву! Свободу Юрия Дмитриеву! Свободу Юрия Дмитриеву! Юра будет свободен! Дорогие друзья, сейчас я хочу предоставить слово Лене Кондрахиной. Я говорила, что Сандар-Мох это не только место памяти, это и место солидарности с сегодняшними политзаключенными. Лена, два слова скажите. Мы приглашаем сегодня всех подписать открытки для политзаключенных. Напишите теплые слова поддержки Юрия Дмитриеву. После завершения митинга можно подойти вот туда, можете посмотреть. У Алины будут находиться открытки и ручки, и можно подойти и подписать. Спасибо. Спасибо. Память о советском терроре и об этом очень часто забывает российская власть. Это не частное дело России. И поэтому в этот день сюда, кроме людей, которые приезжают из разных регионов, из разных городов России, сюда приезжают люди из разных стран. Потому что советский террор это общая проблема. Эта проблема не делится по государственным границам. И сейчас к Соловецкому камню возложение цветов, которые проведут дипломатические миссии, которые приехали сюда с нами почтить память жертв советского террора. Что? Я передаю слово моей коллеге Татьяне Моргачевой. Она зачитает эти приветствия. Пожалуйста, разрешите лицо возлагает генеральный консульс генерального консульства Франции в Санкт-Петербурге Ульга де Шеваньяр. Светы возлагает Эльти Андерхольд генеральный консул генерального консульства Федеративной Республики Германия в Санкт-Петербурге. Светы возлагает Эва Зилковска директор польского института в Санкт-Петербурге. Светы возлагают госпожа Лейса Лозинска генеральный консуль генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге. Светы возлагают генерального консульства Этонской Республики Санкт-Петербурге Марк Ляльте. Светы Светы возлагает генеральный консуль генерального консульства Латвийской Республики в Санкт-Петербурге Кристо Брусбордец. Светы возлагает генеральный Микрофон Опа Светы возлагает генеральный консуль генерального консульства Швеции в Санкт-Петербурге Эва Сунквит. Цветы возлагает генеральный консуль генерального консульства королевства Нидерланд в Санкт-Петербурге Лионел Веер Светы возлагает генеральный консуль генерального консульства Чешской Республики в Санкт-Петербурге Карел Кур Светы возлагает генеральный консуль генерального консульства Словацкой Республики в Санкт-Петербурге Игорь Дерцов Спасибо Игральное консульство В Финляндии, Санкт-Петербурге Госпожа Анна Ланила Спасибо всем Спасибо, что вы приехали Спасибо, что вы помните А сейчас Мы с вами пойдем И обойдем все памятники Вспомним Всех людей Которые здесь Похоронены Но прежде чем Мы отправимся В этот наш мемориальный путь Пришло Заявление Сейчас я дам Татьяне Она прочитает Приветствие от посольства США Господин Тимоти Ричардсон Министр-советник по политическим вопросам От имени правительства Соединенных Штатов Я хотела бы выразить Глубочайшие соболезнования Семьям жертв Советского террора Похороненных здесь В Сандармухе В связи с тем Что я не смог приехать На сегодняшнее мероприятие Я попросил мемориал Поделиться этим посланием Чтобы подчеркнуть Постоянную поддержку Соединенных Штатов Не только семьям жертв Но и исторической правды Включая важную работу Мемориала По документированию Этих и других преступлений Спасибо Еще раз Спасибо Пойдемте Обойдем Все памятники Которые здесь стоят Спасибо за субтитры DimaTorzok Спасибо за субтитры DimaTorzok Спасибо за субтитры DimaTorzok